ДИКТАТОР Если ты занят сейчас чем-то очень и очень важным, обязательно это отложи, потому что я к тебе пришел с супер новостью, которая навсегда изменит твою жизнь. ЧВК Вагнер создала специальный отряд, специальный отряд, то бишь специального назначения, в который называется ДРАЧИКУЛЫ. И если ты такой ДРАЧИКУЛА, то эта информация касается тебя. Для того, чтобы попасть в отряд ДРАЧИКУЛА ЧВК Вагнер, тебе нужно туда записаться, перестать теребить дома, переместиться в ЧВК Вагнер и там ты можешь продолжить теребить. Друзья, я надеюсь, вы мой лук оценили, он как раз сегодня к той новости, которой я с вами решил поделиться. Вы знаете, что ЧВК Вагнер дали рекламу в порно-хабе и ролик к вашему вниманию. На популярном сайте Порнхаб для взрослых появилась реклама российской ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. На видео изображена половина лица женщины с круглым леденцом в области рта, после чего она начинает говорить. Ну, матом. Мы офигенная частная военная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не ДРАЧИ, а иди на работу в ЧВК Вагнер. Ведь ты ДРАЧИКУЛА. Более того, в конце также появляется российский номер, и корреспондент российских СМИ связался с ними. Его поприветствовал мужчина-оператор с фразой «Частная военная компания Вагнер, добрый день», что подтвердило причастность организации Евгения Пригожина к распространению данного ролика по интернету. Вы также знаете, что сам Пригожин уже дал давно, ну, вчера-сегодня дал комментарий о том, что это прекрасное решение отдела его маркетологов ЧВК Вагнера, да? ЧВК Вагнер Евгения Пригожина в последнее время испытывает проблемы с рекламой рекрутинга новых наемников. Мы это знаем. И крупные российские рекламные сети отказываются в размещении. После начала конфликта с Министерством обороны, Пригожин также оказался лишен возможности пополнять ряды ЧВК в исправительных колониях. Напомним, 13 марта генштаби ЗСУ сообщили, что вагнеровцев продолжают косить. В больницу под Луганском за день привезли 150 человек. По информации украинского ведомства, за последние сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. 10 марта Стратком ВСУ сообщил, что вооруженные силы РЭФИ получили распоряжение в случае серьезных косяков притворяться бойцами Вагнер. В Минобороны России нашли выход, как списать свои грехи оккупантов на захваченных территориях. Их решили перебросить на бойцов ЧВК Вагнер, сообщает Стратком ЗСУ. Следующий, наверное, шаг будет о том, что одевайте женские платья. Сначала косите под вагнеровцев, потом одевайте женские платья, ну и так далее по наклону. Ну что, друзья, будь мой орать, хочу в конце сказать замечательную новость. Сегодня пришла новость о том, что в среднем ЗСУ уничтожает агрессора и врага, который пришел к нам на территорию Украины уничтожить Украину и всех украинцев, всех жителей Украины разных национальностей, уничтожить нас всех как таковых. Но силы обороны Украины уничтожают ежесуточно порядка 1500 рашистских агрессоров. Будь мой орать и только орать, и капи меч.